Идеальная свадьба. У каждого она своя. Мы выбрали пару, которая не побоялась готовиться к торжеству буквально на глазах телезрителей. Молодожены и по совместительству наши ведущие Анна Бережная в девичестве и Олег Данилевский во всем помогают жениху и невесте. Все сложности и нюансы подготовки, ответы на волнующие вопросы и, конечно, результат. Свадьба мечты Евгения и Ксении в реалити-проекте 9,5 месяцев. Свадьба мечты Евгения и Ксении в реалити-проекте 9,5 месяцев. Любимая, ты расслабься, ты выдохни, успокойся. Сейчас я отведу тебя туда, где тебе помогут, к специалистам. Другими словами, нам срочно, срочно необходимы к специалистам, как, кстати, и ребятам. Другими словами, я хочу познакомить с нашим декоратором. Это Ксения Почтарь. Сегодня мы с вами обсудим все детали, что касается декора, как будет выглядеть ваша выездная церемония, зона президиума, декорность целых столов. Поэтому все вопросы, которые у вас будут, мы с Ксюшей с удовольствием на них ответим. Сегодня я узнаю ваши пожелания. Мне главное узнать, что вы хотите, то есть какие формы, определимся с цветом, с цветовой гаммой. И посмотрим по основным позициям, которые я вам расскажу, какие есть, какие у вас будут. Посмотрим по приглашениям. И образ невесты можно дополнить венком, то есть это цветочные аксессуары могут быть. И по эко-стилю я хотела вам предложить, возможно, что для площадки нам подойдет больше эко-стиль, потому что для Боха все-таки предпочтительна эта площадка на природе, чтобы все такое утопало в зелени. Поэтому эко-стиль, он как бы немножко лучше подходит. В любом случае, мы сейчас рассмотрим фотографии, что касается эко-стиля. Я думаю, он нам очень сильно подойдет, потому что у нас есть элементы белого, у нас есть деревянные полы, у нас есть немного зелени. И сейчас определяемся с цветовой гаммой и с элементами, которые вам понравятся, что касается декора. Опять же, по цветовой гамме сразу есть какие-то у вас предпочтения, что нравится, что категорически не нравится, например? Или что, может быть, уже хочется конкретно? Изначально, конечно, я склонялась к такому бордовому цвету. Мне некоторые говорили, что это слишком темный для лета, это не подходит, это слишком такой возрастной. Больше направлены классики, наверное, тоже цвет бордовый. Да, вот нет, как раз такие, как раз «Стрелобог», там в основном такой стиль, цвет, и мне он, да, он нравился очень. Вот. Ну, еще, конечно, думали, что, может быть, это какие-то пастельные какие-то, наверное. Я могу тебе сказать, что это самая распространенная ошибка – слушать других. Это, ну, свадьба и все элементы должны быть комфортные вам в первую очередь и должны нравиться. Поверьте мне, ну, по опыту, не было ни одной свадьбы, когда гости пришли или родители и сказали, что ребята выбрали не тот стиль, нам это не нравится, он старит, он какой-то не такой и еще что-то. Ну, в любом случае, по стилям сейчас, как бы, по современным тенденциям, то есть, чистого стиля как такового не бывает. Ну, то есть, не то, что не бывает, но он не используется, то есть, всегда идет смешение стилей, и, в принципе, сейчас, что у нас, и это, скорее всего, получится, то есть, мы смешаем «Эко-стиль» и «Боха». Мы прям, прям за «Эко-стиль», мы два эколога, мы разговариваем. А, мы можем. И как раз я хотела у вас спросить… Вводишь к тему. Наверное, Наталья вас уже спрашивала там по анкете, но я хотела уточнить, то есть, какие-то, может быть, у вас есть интересные там хобби, либо ваше вот род занятий, либо вот, ну, что-то такие, какие-то мелочи, которые отражают вашу пару. Какие у вас мелочи? Это потом помогает просто всякие фишечки, можно включать в свадьбу, то есть, это может быть зона интерактивная, какие-то интересные именно там, или отразить там в плане рассадки, ну, вот эта вот вещь вашей индивидуальности. В общем, показать. «Прощание с фамилией» и «Бордовской». «Прощание с чем?» «А, с фамилией?» «Пока еще Бордовской». «Форма букета и его размер очень должно сочетаться с платьем. Ну, поскольку платье у нас не пышное, букет не обязательно делать слишком большой, для того, чтобы, опять же, на фотографии он смотрелся пропорционально». По оформлению ножки букета тоже мы будем уже подробно разбирать. То есть, это могут быть ленты свисающие. «Мне вот нравится вот такой цветок». «Мне красиво». «Живу». «Живу». «То есть, в любом случае будет использование зелени в декоре, то есть, в букете. Светлые тона, это может быть беж, белые, да, молочные. И, ну, с яркими акцентами мы все-таки делаем. «Вот такой большой будет?» «Нет, нет, нет. Я бы не хотел такой букет. Что-то носило». «Ты, мальчик, тебе не повезло». «Что касается пригласительных, они бывают всяких вариантов. То есть, есть классические пригласительные, их можно сделать просто в разной цветовой гамме. Опять же, адаптировать для нашего стиля. Есть пригласительные с большим количеством вкладок, когда у нас есть непосредственно конверт и пригласительные. И есть неспандартные пригласительные, когда у нас входит большое количество вкладок. Это карты проезда, дресс-код, цветовая палитра. Что у нас еще может входить? «Карточка сейди-дейт, это там отдается гостям, чтобы они там забронировали эту дату под вашу свадьбу». «Снука на языке». «Да, я не понял». «Мне кажется, наверное, чем проще, тем лучше». «Интересная идея вот с проездом, допустим. Если у нас выездная регистрация, можно именно обозначить точку кто, во сколько, куда подъезжает. Интересно, допустим». «У нас есть пригласительные, которые Ксения уже подготавливала для других пар. Ну вот еще бы, наверное, хотелось бы такой пригласительный, чтобы потом он так не затерялся, там куда-то выкинули, а вот где-то, может быть, использовался». «Ксюша, у тебя как раз в руках одно из последних пригласительных, да. Здесь используется деревянная подложка, на ней написано «приглашение для гостя», обозначена дата. «Да, сделана гравировка на тонкой фанере». «То люди, если захотят, можно магнит приклеить и на холодильник, и на память. А такой точно не нравится, допустим, мне. «Да, это классическая свадьба была в стиле минимализм, но она вообще не подходит». «Это карта?» «Да, это карта, получается, совмещенная с дресс-кодом». «Интересная идея». «Может быть, что-то вам не нравится? Допустим, это все-таки должен быть конверт, и там много вкладок, либо это должно быть просто как открывающаяся открытка, например? Что вам больше не нравится?» «Нет, наверное, это не открывающаяся открытка, это слишком просто». «Конвертик желательно. Такой тоже, допустим, мне не нравится». «Мне нравится, да?» «Папирус какой-то. Не знаю, мне непонятно такое приглашение». «Вот мне понравился идея цвет, допустим, да, это любое, гости могут выбрать цвет». «Опять же, отбирается бумага. Бумаги, как вы заметили, бывают разные. Есть ручной работы, есть погрубее бумага для конвертов. Внутри у нас может быть калька или это может быть совершенно другая бумага для вкладышей приглашения. «А это может быть вообще не конверт, а что-то другое?» «Может быть, конечно». «Из материалов это может быть, допустим, тонкий пластик, прозрачное приглашение. Хочется, чтобы оно было нестандартное, правильно?» «Да, чтобы оно было нестандартное, что-то такое интересное. Бог, и какой еще цвет? Допустим, что сюда еще можно. «Может быть любые оттенки, то есть это могут быть фуксия, это можно даже контрастные цвета. Но по нашей площадке, в соответствии с нашей площадкой и с образами, я бы на самом деле не выбирала чистый бог, как раз вот эти контрастные цвета. Почему? Потому что слишком много нужно соблюсти факторов, чтобы картинка смотрелась целостной». «После чего мы выбираем? Это чтобы дресс-код на платье были? Или это интерьер? Или это все-все-все-все?» «Да, везде будет. То есть, допустим, если мы выберем все-таки добавление бордового, то он будет везде. Допустим, это будет и добавление бордовых цветов в выездной регистрации. «Не в большом количестве, но это будет, в соответствии». «Да. Вообще, также может быть и эко-стиль, допустим, с серыми оттенками, с серыми дымчатыми голубыми. То есть, может быть, такая вот гамма». «То есть, если цвет добавлю, то вот такое вот можно добавить. То есть, холодный не хочется». «В любом случае, лично я бы вам порекомендовала взять за основу, ну, вам в любом случае выбирать, но было бы круто, если бы вы выбрали, допустим, цвет молодой зелени, белый, молочный и немного какого-то яркого оттенка. Ну, для того, чтобы вам было приятно». «Мы, наверное, оба хотим пощупать это, потрогать, увидеть, осязать. А на словах трудно это понять. Вот цвет вы говорите, там, песочный, коралловый. Ты как бы представляешь, но лучше его представляешь, когда ты его видишь». «Согласен». «А вот мы показали пригласительный, допустим, я вот понял, чего я хочу. Допустим, я, там, карта, мне очень интересна карта». «Угу». «На себя с вами делаю». «Мы, надо мы, чтобы было». «А что тебе интересно?» «Нет, надо говорить нам интересно просто». «Нет, тебе же тоже что-то, какой-то элемент понравился. Нет». «Смотрите, мы не сможем в любом случае сделать вам композицию на гостевой стол, букет и так далее. Мы можем только показать на картинке и понять». «Нет, ну это ребята имеют в виду, я так понимаю». «Тебе дерево понравилось или что-то?» «Да, мне понравилось дерево, карта и цвета». «Ты будешь выжигать?» «Почему?» «Подвухой буду сидеть и выжигать. То есть, в том, что для каждой пары у нас нет картины с таким пригласительным. Я не повторяю никогда. Это просто, даже если вам понравились какие-то элементы, все равно ваше приглашение будет совершенно другим. Просто, допустим, вам понравилась карта проезда, например, или вам понравится каллиграфия, или вам, допустим, однозначно нравится конверт или не нравится, и от этого уже отталкиваться. «Нравится дерево, допустим, оно не может быть такой же формы. Оно может быть квадратной, оно может быть круглой, в принципе. Это может быть шрифт другой. Элементы, элементы. Поэтому мы сидим, все обсудим и подумаем. А я вот знаю, куда нам нужно отправиться, чтобы снять предсвадебное волнение. Ну и далеко ты собралась. Не ты, а мы. И, кстати, для тебя это тоже будет сюрпризом. Ты там еще ни разу не был, и скажу тебе только одно. Это лучшее место для того, чтобы снять стресс и нервное напряжение. Ну, красавцы, красавцы. Ребята, привет. Привет, Аня. Привет, Олег. Мы вам новых друзей привели. Да, они не укусят. Да, как вы понимаете, у вас сегодня новые друзья. Ну, не зря вы нас в поле затащили. Ну, и, конечно, вы догадались, что вы сегодня будете делать. Да, знакомьтесь, это ваш тренер сегодня. Очень приятно. Нам жалко расставаться с такими красавцами. Ну, теперь ваша очередь покататься. Да, Олег? Олегу, видимо, не жалко. Олег просто домой, если хочет слезть. Вот здесь, конечно, два, три. Аааа! 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Аааа, вот это делается. Это срочно! О, ты! Рисунда ты! Время! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как ощущения? Ой, ну очень здорово, конечно Влились в наш стиль Окончательно Природный Ну мне понравилось безумно Стоило такие ощущения испытать, попробовать Ты до этого ни разу, да, в седле не сидела? Где-то в детстве Лет 7-8 То есть когда еще страха не было? Да, да, сейчас это уже осознанно Ну мне понравилось Ну не страшно было? Было страшно Ну да, вы видели, в принципе Я думаю, зрители тоже заметят, что было страшно Я почему придумала с Олегом вам такой сюрприз Дело в том, что свадьба это все-таки достаточно волнительный период Период подготовки, тем более времени осталось не так много И я подумала, что вот эти вот эмоции нужно перебить какими-то приятными, но экстремальными ощущениями Как думаешь, нам удалось это сделать? Удалось на все сто Перебили все Все-все эмоции приятные, неприятные Мне кажется, Жене особенно понравилось, потому что они с Олегом на хамере Так и уехали сейчас На хамере и на моряке, да, так звали наших лошадок Как думаешь, что он скажет после прогулки? Не, ну Женя вообще даже и слезать не хочет с лошади отлично от меня То есть жених у тебя ковбой получается? Не, он молодец, он смелый очень Мужественный Прям показывает, доказывает Молодец, я горжусь им, что он все-таки не слез и дальше поехал Это же вами очень горжусь, потому что видела, честно говоря, страх в ваших глазах Когда вы поняли, что мы сегодня будем делать И вы очень достойно справились с нашим, может быть, таким испытанием Это здорово Я думаю, что впереди еще будут подобные сюрпризы Спасибо большое Да, я вам ждала Очередной этап подготовки позади И скажем вам честно, ребята действительно волнуются все сильнее Но мы не дадим им впасть в панику и поможем избежать ошибок, которые женихи и невесты допускают по незнанию Советы специалистов и новые моменты свадебных приготовлений в следующем выпуске Не пропустите Партнер выпуска – компания-застройщик «Ренессанс Актив» Гуам – одно из лучших мест для романтического путешествия Мир сказочных закатов и волшебных пляжей Мелодия любви для двух сердец, бьющихся в унисон Влюбляйтесь и приезжайте на Гуам Приезжайте и влюбляйтесь сильнее Влюбляйтесь и приезжайте Редактор субтитров А.Семкин